Возмущение венгров вызвало социальную несправедливость. Вместо 250 количество сверхурочных часов выросло до 400 в год. И мало того, работодатели смогут рассчитывать за сверхурочные часы, за которыми им не нужно оплатить работникам в течение трех лет, вместо одного, как это было раньше. Волна протестов главным образом охватила столицу страны Будапешт, поскольку до провинции оппозиция не может донести суть своих требований. 17 декабря группа протестующих попыталась это сделать, ворвавшись в здание общественной медиакомпании MTVA, поскольку венгерское государственное телевидение – основной канал для получения информации для людей, живущих в остальной части страны. Я пришел, чтобы выразить правительству, что я действительно сыт по горло. И думаю, что большинство людей здесь для этого. Однако, поначалу протест был направлен против другого закона. Он выводит правительство страны из-под юрисдикции независимых судов. По мнению правозащитников, это может привести к вмешательству политиков в систему правосудия. Как и поправки к Трудовому кодексу, они были предложены премьер-министром Виктором Орбаном. Возглавляемая им партия Фидес занимает две трети мест в национальном собрании. Согласно оценкам либеральных политологов, Виктор Орбан и Фидес 2010 года построили в Венгрии мафиозное государство, цитата, где вся полнота власти принадлежит группе, связанной с партией и лично премьером. Наши требования очевидны и ясны. Правительство Фидес должно отозвать этот вопиющий законодательный акт, а общественные СМИ должны начать вещание и делать то, что его работа должна была бы независимо транслировать то, что происходит в Венгрии. Вот сейчас Венгрия переживает непростые экономические времена. В стране дефицит рабочей силы. Он вызван массовой эмиграцией. Ведь только за последние 8 лет Венгрию покинуло порядка 600 тысяч граждан. Люди уезжают из страны из-за низкого качества образования и медицинских услуг, и сильной зависимости частного бизнеса от воли чиновников. И похожее правительство Виктора Орбана надеется перекрыть дефицит рабочих мест, просто увеличив допустимое количество сверхурочных. Вместо того, чтобы говорить о протестах в цифрах, которые, по мнению все тех же западных СМИ, кажутся огромными, то они в реальности, к счастью, не так высоки. В рядах протестующих мы видим политических активистов, которых обильно в последние два года финансирует СОРОС. И именно они и провоцируют беспорядки. И еще должен сказать, что действия полиции в данном случае – это ответ на агрессивное поведение толпы. Причины, заставившие людей выйти на улицы, кроются в системных проблемах в экономике страны. Эксперты считают, что венгерское правительство складывает в себя социальную ответственность на граждан. Ну а пока же позиция премьера Виктора Орбана такова, что демонстрации организованы фондом Джорджа СОРОСа. И отмечу, что за последний год Орбан закрыл в стране ряд организаций, связанных с американским миллиардером. У меня на этом все, Сергей. Ну, с СОРОСом тоже все неоднозначно, хотя, в принципе, перекладывать свою ответственность на кого-то – это самый простой путь решить проблему. Спасибо за обзор. О политическом кризисе в Венгрии рассказала нам Гульнара Жандагулова. Продолжение следует...